Всем привет! Канал Покашеварим! Мы сейчас на даче большой дружной семьей, как бы изолируемся, короче, у нас карантин на даче проходит. Вот, и на большую дружную семью стоит задача приготовить много большого и дружного супа. У меня на канале в последнее время много супов выходит, я в этом не виноват, но что, суп это очень практичная штука. И сегодня я готовлю щи. Да, Покашеварим готовят щи. Давай, очень простой суп на самом деле, как нефиг. Сначала возьмем водички, нальем водицы в кастрюлю. У меня здесь два кусочка говядины, нам их должно хватить для того, чтобы сварить суп. Я поставил уже на огонь, кидаю в холодную воду. Почему в холодную воду? Очень простой закон. Хотите вкусное мясо? Закидывайте в кипящую. Хотите вкусный бульон? Вываренное мясо? Кидайте в холодную, тогда побольше мясных соков уйдет именно в воду. Наша такая задача, поэтому я кидаю в холодную. И варить бульон я буду часа полтора-два, ну, потому что тупо время есть до обеда. Вот и все. А потом уже конечный суп приготовить будет элементарно и быстро. Сейчас накрою крышкой. Я еще не очень тут понял, где что находятся у родителей на даче. Короче, я пошел крышку искать. Я закинул два листика лаврушки. В бульон я закину еще лучок и морковку. Я так всегда делаю, когда у меня есть лучок и морковка. В принципе, можно на это овощи и не тратить. Лучок и половину моркови для аромата. Морковь мытая, поэтому особо там кожуру счищать не нужно. Закидываю, накрываю и оставляю. Так, вот смотрите, у нас, значит, закипает бульонец, образуется пена. И ее надо что? Верно, снять. И вот чистый бульон оставляем вариться. Огонь на минималочку и пускай готовится. Что надо для щей, для приготовления щей? Значит, капуста, капуста. Сколько есть, вот есть такая у меня капуста, есть квашеная капуста. Это уже хорошо, настраивает на позитивный лад. Значит, обязательно, обязательно, я считаю, для щей нужен чесночок. Его в конце порубим и добавим прямо вот в готовый суп. Естественно, классическая зажарка. Морковка, морковка, лук, картофанчик туда же уйдет. И еще томатная паста просто для цвета. Ну и для вкуса тоже. Тоже в зажарке мы это все сделаем. Пойдем готовить ингредиенты, потому что бульон почти доварился. Все, лук, морковка. Это мы будем обжаривать. Добавляем масло. Ну, стандартная зажарка для супа. Тут без каких-то изысков. И обжариваем, помешивая. Картофан на кубике. Капусты у меня немного, но должно хватить. Как сильно зажаривать зажарку? Конечно, от вашего вкуса зависит. Можно вообще не делать зажарку, а тертые овощи добавлять сразу в суп. Но мне нравится поджаренный вкус, поэтому я буду так немножко карамелизовать их. Поэтому жарю дальше. Я добавляю томатной пасты, немножко сахара, чисто сбалансить кислоту. Томатную пасту я немного прогреваю, прям вместе с морковкой. Еще какое-то время протушим. Я не буду воды добавлять, я буду, смотрите, еще добавлять. Я прям вот так вот бульончик отцепану половничек. И вот сюда. И буквально минутку сейчас оно вместе протушится и будет зашибеть. Зажарка готова. Я уже из бульона достаю мясо, чтобы разделать. Оно сварилось, оно мягкое. Да, несмотря даже на жилки, все норм. Так, и вот этот наш лучок с отработанной морковкой тоже забираю. Морковка не поддается. Закидываю в бульон овощи. Это пока те овощи, которые должны вариться. Те, которые уже готовы, мы закинем попозже. Картошка и капуста будут вариться одинаково. У нас маленькие кубики, ну минут 10, ну 15 минут они сварятся. Мы за это время порежем мясо, подготовим чесночок и подойдем уже к завершению приготовления супа. В общем, 15 минут рассчитываем и скоро все будет готово. Смотри, мясо нормально разварилось, но мы в итоге полтора часа варили бульон. Его даже можно не нарезать, а вот так вот на волокна разобрать. Все, я мясо наломал и теперь немножечко вот так вот ножом пройдусь. Я нарублю чесночок, я его буду добавлять в готовый суп. Он не обжаривается, ничего. Просто мелко нарублю. Я ищу что добавить, короче, ну зелени свежей нет, если была, я бы добавил. Я думал, может сушеный какой-то есть. Нашел для рассады. Чисто, чисто интересно. Посмотри, меня, блин. Батя убьет, наверное. Здесь, конечно, семечки. Они нормально пахнут укропом, но... Ну, конечно, в суп добавлять не будем. Так, ну что, давайте уже начнем возвращать. Где-то минут 10 покипело, уже можно всю нашу вкусняшку. Так, чтобы не терять никакие вкусы, я за сковородки все заберу. Имею на это право, ясно? Ну вот сколько смог, возвращаю туда. Смотрите, немножко томатной пасты добавили, да? Цвет стал повеселее, такой вот оранженький. Мне это нравится. Мясо тоже возвращаю, пускай оно впитывает в себя обратно бульончик. Тут же я добавлю специи. Я нашел какие-то все-таки вот азиатские специи. Там имбирек, еще что-то. Он довольно ароматный, мне понравился. И доварю оставшиеся 5 минут. Ну и в конце мы суп посолим. Примерно столовая ложка соли у меня уходит, чтобы нормально было. И добавлю перчик. У меня есть смесь перцев. Сейчас перемешаю, посмотрю, что по соли получилось. Если не устроит, еще добавлю. Я думаю, что все устроит. Все, супчик доварился. Прям совсем. Я его выключаю. И смотри, вот так вот. Чесночок хорп. Вот так вот туда. И забываю про этот суп. Смело минут на 15-20. И только потом... Так, перемешать забыл. Забываю про этот суп минут на 15-20. И потом мы будем садиться за стол. Офигенчик. Ну вот, ребятушки, смотри, целая тарелка супа. Да, погода прекрасная. Все нормально. Суп настоялся. Все хорошо, что будем отведывать. Я немножко положу, чисто на пробу. Всем приятного аппетита. Готовьте щи. Я, кстати, немножко еще соли добавил. Попробовал еще немножко соли. Чуть больше столовой ложки. И стало норм. Щи как щи. Нормально приготовленные щи. Готовьте нормально щи. Вот и все. До свидания. Ставьте лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok